Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегеда. И вот главная тема этого выпуска. Профилактика, основная защита. Продолжаем следить за эпидситуацией и соблюдать меры безопасности. Букет нарушений. Почему скутерист из Благодарного заинтересовал полицейских? Зрелищно, внушительно и очень эффектно. В Ставрополе провели генеральную репетицию парада в честь Великой Победы. А Леонид Нечебуренко знает, что ждет ставропольцев. Теперь подробнее об этих и других событиях. Начинаем выпуск с новых данных по коронавирусу. Их на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Владимир Владимиров. За прошедший день болезнь сумели победить еще 27 человек. Общее число выздоровевших в крае уже 2409. Между тем, за сутки зарегистрировали 102 новых случаев заболевания. Два пациента, несмотря на усилия врачей, скончались. Глава региона подчеркнул, количество тестов, которые проводят в крае, продолжает расти. И это помогает вовремя выявлять вирус и оказывать медицинскую помощь. Владимиров призвал соблюдать необходимые меры профилактики, чтобы защитить от болезни себя и близких. Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Накануне вечером в краевой столице зажглись тысячи огней. Такой трогательной акцией ставропольцы почтили память погибших в те годы. Горожане из ярких огоньков выложили слово «помним». Свою свечу зажег и губернатор Владимир Владимиров. Есть избитые фразы, что историю забывать нельзя. Кто не помнит свою историю, тот не помнит, ни того нет будущего и так далее. Есть множество таких интересных, умных фраз. Но мне кажется, что собственность в свое отношение к тому, что происходило, к тому, что будет происходить. Той памятник, который объединяет наш большой народ, это то, что может сделать любой человек. И поэтому я прихожу всегда на такие мероприятия сам, потому что это мое отношение. Присоединился к акции «Свеча памяти» и «Железноводск». На феррум площади горожане выложили фигуру голубя из 10 тысяч огней. Это символ мирной жизни, которую нам подарили герои войны. Теперь трагическая новость. Накануне ушел из жизни наш коллега Игорь Валюшко. Он работал в телекомпании «Свое ТВ» режиссером «Монтажа». Игорь был светлым, открытым, добрым человеком, хорошим другом и настоящим профессионалом своего дела. Ему было всего 50. От лица всех сотрудников своего ТВ выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря. Теперь о происшествиях. Жительница Советского округа разместила в интернете объявление о продаже машины. Вскоре ей позвонил мужчина и договорился о встрече. Осмотрев автомобиль, он уверил продавца, что деньги отдаст позже и забрал его. Но перестал выходить на связь. Полицейские выяснили, что 24-летний житель Георгиевска сдал машину на металлолом, а деньги потратил. Теперь судьбу мошенника решит суд. О других ЧП в оперативной сводке. Закон не писан. Инспекторы ДПС на одной из улиц Благодарного заметили мужчину на скутере без номеров. Требование остановиться он проигнорировал и надавил на газ. А после и вовсе оставил транспорт и попытался убежать, но тщетно. Оказалось, злоумышленник пьян. К тому же его неоднократно штрафовали за различные нарушения. А в январе присудили условный срок. Разговор рецидивиста с полицейскими продолжился уже в дежурной части. Фиктивный выигрыш. 22-летняя жительница Кисловодска увидела в соцсетях информацию о ставках на спорт с гарантированной победой. Девушка перевела по реквизитам 35 тысяч рублей. Позже ей позвонил неизвестный и сказал, что она выиграла. Но сначала надо якобы оплатить комиссию. Девушка поняла, что это был обман и обратилась в полицию. Мошенника ищут. Горячая месть. 48-летний житель Хабаровского края работал в одном из хозяйств Ипатовского округа. Он не взлюбил владельца соседней фермы и, видимо, решил проявить свои чувства. Мужчина поджег имущество неприятеля зажигалкой. В итоге сгорело около 2000 тюков соломы и сена. Ущерб почти 200 тысяч рублей. Теперь нервный работник ответит по закону. Зрелищно, масштабно и с мировым рекордом. В Ставрополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Великой Победы. Его участники оттачивают последние детали и готовятся удивлять. Зрители увидят внушительный состав боевой техники, в том числе самолеты, вертолеты. Торжественным маршем пройдут 1700 человек. Леонид Нечапуренко побывал на репетиции и готов рассказать о некоторых сюрпризах. Летний вариант военного парада включает кабриолеты. Представители командования перемещаются по площади на переоборудованных «Волгах». Техники Южного военного округа срезали крышу, переделали кузов, установили средства усиления звука. После традиционных приветствий стартует шествие. Промаршируют в ногу 1700 человек. Это лучшие представители разных подразделений ЮВО, а также кадеты, курсанты, юнормейцы и казаки. Впервые в параде будет участвовать конный взвод. Лошади и кавалеристы приехали из Карачаева-Черкесии. Дебют предстоит и специально сформированному женскому расчету. Его участницы во время шествия ослепительно улыбаются. Уже точно ясно, что в день парада ставропольцев ждет яркое, эффектное и внушительное зрелище. Позади десятки репетиций. Сначала военные репетировали отдельно в своих частях, потом все вместе, но на полигоне за городом. Финальные попытки прошли здесь, на площади Ленина. И вот теперь генеральная репетиция, на которой все должно быть идеально. Ровно так же, как 24 июня. Зрители увидят 66 единиц военной техники. Чтобы она ярче блестела под июньским солнцем, использовали 500 литров краски. По площади проедут танки, бронетранспортеры, зенитные артиллерийские установки, системы залпового огня «Град» и «Ураган», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», ракетные комплексы «Искандер». В небе присоединится авиация, боевые самолеты и вертолеты. Кроме того, планируется рекорд. Во время парада развернут самую большую копию Знамени Победы в истории. Площадь 1500 квадратных метров. Нести полотнище будут две сотни человек. На территории края было пошить невозможно. Мы выехали, будем так говорить, в город Герой Москва. Изготовили это Знамя Победы. Готовился на три месяца. Готовилось, есть технологический план, как они его готовили. Есть, скажем, исторические фотографии, исторические снимки. Когда мы развернули, мы уже воочию развернули полностью. Увидели мощь и могущество. Свой вклад внесут и гражданские. По площади проедут грузовики с артистами. Ставропольцы увидят серию эпизодов из истории военных лет. Для зрителей на асфальт нанесли специальную разметку. Она поможет соблюдать социальную дистанцию. Впрочем, есть отличный вариант увидеть шествие полностью, в мельчайших деталях и с лучшими ракурсами. Для этого нужно включить прямую трансляцию на своем ТВ. Она начнется 24 июня ровно в 10 утра. Леонид Нечапуренко, Ярослав Пересыпкин, Ставропольское телевидение. Ну, это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Обязательно заходите, там много интересного. Также мы ждем ваших сообщений на номер, который вы сейчас видите на экране. Расскажите о своей проблеме, и мы постараемся помочь. Ну, а впереди прогноз погоды с моей коллегой Яной Лукошкиной. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. О погоде на вторник, 23 июня. Прямо сейчас. В Ставрополе переменная облачность. Днем плюс 26. Ночью плюс 21. Ожидается дождь. В Изобильнинском и Новоалександровском округах значительная облачность. Днем плюс 27. Ночью плюс 22. Сильный дождь. В Пятигорске и Минеральных Водах облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 27. Ночью плюс 22. Дождь. В Кисловодске значительная облачность. Плюс 24 днем и плюс 17 ночью. Ливневый дождь. На востоке края переменная облачность и без осадков. В Ипатово и Буденовске плюс 30 днем и плюс 26 ночью. В Нефтекумске, Дивном и Арсгире плюс 32 днем и плюс 25 ночью. Местами пасмурно и ожидаются дожди. На этом у меня все. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова